С вами сегодня я Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! И мы в лаборатории керамики с Дарьей Сурковой про огневой припас разговариваем. Если вы хотите обжигать глазурные изделия, вам обязательно потребуются вот такие лещатки, стойки. Ну давайте обо всём по порядку. Здравствуйте! Обо всём по порядку. Начнём разговор с лещаток. Они же плиты, они же полки. У нас представлены лещатки из материала мулитокардиорит состава ДОП. Этот материал имеет рабочую температуру до 1250 градусов, но вообще он выдерживает и 1320 градусов. При этом надо быть очень аккуратным на больших температурах, потому что при высокой нагрузке или при неравномерной нагрузке возможно деформация лещатки. Поэтому будьте аккуратны. Самый популярный вопрос. А я вот возьму и слеплю шамота. Лещатку. Зачем мне покупать? Да, шамота очень вероятно треснет у вас же в первом же обжиге. То есть это специальный материал, который и термоудар выдерживает. Ну такой, не очень сильный, конечно, если вы на 500 градусов откроете печень, она тоже, скорее всего, лопнет. Вот, но разумный, да. И нагрузку достаточно высокую. То есть вы можете поставить всё это чашками, она не деформируется до 1250. Мы, конечно, варварски иногда используем эти лещатки. Вот здесь у меня есть обжиги, плейлист. Смотрите там. И я её вынимал даже и на 1000 градусах. Ну, такая у нас специфика. Просто надо. Выдерживала. Всякое бывает, да. Если там уже микротрещина, например, ты её стукнул немножечко сначала об стол, а потом на 1000 вытащил, то, вероятно, и треснет. А может, и не треснет. Как повезёт. Хотите овладеть стихиями огня, воздуха, воды и волшебной глины? У нас есть пятидневная обучающая программа. Новички и бывалые керамисты со всей страны приезжают к нам научиться крутить на гончарном круге, изучить оборудование и технологию производства керамики. Мы рекомендуем гостиницу. Берите отпуск и приезжайте. Также у нас есть и видеокурсы на разные глиняные темы. Подробности по ссылке в описании. Кроме круглых лещаток у нас есть квадратные, прямоугольные. Лещатки бывают разных размеров. Вы его подбираете размер под габариты вашей печи. Минус где-то 5 сантиметров от края. Нет, по 2,5 сантиметра от края, то есть минус 5 сантиметров от диаметра. Описание и ассортимент можно посмотреть у нас на сайте. Там всё подробно описано. Внизу ссылка в описании. Ну и, естественно, лещатки ставятся на стойки. Да, стойки у нас есть из того же материала, что и лещатки мулитокардиоритовые. Они такие прочные, широкие и достаточно долговечные. А есть стойки тоненькие из МКР. Мулитокременезёмистые. Они непрочные. То есть если вы уроните, она разобьётся, скорее всего. Но в чём их преимущество? Они маленького диаметра. То есть 30 миллиметров в диаметре. А когда у вас маленькая печь, каждый кубический сантиметр на счету, это значительно. Да. Не забывайте, друзья, что вот это тоже керамическое изделие, оно оттягивает на себя тепло. Поэтому его тоже нужно нагревать, как и лещатку. И, коли у нас тут две лещатки, я на всякий случай продемонстрирую, как правильно ставить и распределять нагрузку. Вот у вас стоит вторая лещатка. И вы следующий столбик ставите ровно над предыдущим, чтобы лещатки давили в одну и ту же часть. В одну и ту же часть. В одну и ту же часть. Да, вот так. Чтобы лещатки вам прослужили долго. И чтобы уберечь их от глазури, мы рекомендуем все лещатки вместе с соприкосновением с изделиями. Ну, то есть вот этой вот внешней стороной обмазывать или обмазкой для лещаток специальной, которую мы производим уже в виде пасты. Или каолином, или глиноземом. То есть каким-то таким огнеупорным материалом, который будет создавать прослойку между лещаткой и глазурью. И если глазурь у вас капнет, вы ее сможете отколупать вместе с этой обмазкой, но не вместе с лещаткой. Это защита. Да. Имейте в виду, друзья, у нас есть сюжет, как отколупливать такие плиты с помощью болгарки. И вам, несмотря на то, что вы хрупкая девушка, придется освоить болгарку, если не покроете вот этой штукой. А если вы хотите обжечь полностью гаузурованное изделие, у которого, например, нет ножки и дно загаузуровано, тогда вам понадобятся вот такие вот подставки для обжига. Они бывают разных видов, разных материалов. Например, вот эти вот полностью металлические. Смотрите, сколько у них разных форм, видов, высоты, штырьков и размеров. Вы выбираете ее себе по размеру изделия и по количеству штырьков. Например, смотрите, эта кнопка. Очень удобно на ней обжигать керамические ложки, когда вы вот так вот ставите ложку. И у нее только одна точка соприкосновения. Да, и это необычный металл, друзья. Обычный металл в печи сгорает, несмотря на то, что вы работаете на температуру меньшую, чем температура плавления металла, казалось бы, стали. Но у вас идет активное окисление там. Например, кузнецы бурой даже посыпают, чтобы не окислялось. А у нас нагрев идет 12 иногда часов. Ну, как минимум 6. За это время точно любой металл превращается в труху, в ржавчину. Поэтому используют, как правило, не хром, а фехраль, вот такие сверхсуперсплавы, которые держат оксидизацию, скажем так. Да, вот, например, иностранная подставка для бусин, она сделана из кантала, из канталовой проволоки. И поэтому она гораздо лучше выдерживает деформацию в процессе обжига при нагрузке. Это новое? Да, вот это новое. А это бывалое? Это бывалое. Видите, друзья, все равно прогиб имеется? Все равно имеется. Но если вы возьмете стержень и суперфехраль такой же толщины, при одинаковой нагрузке суперфехраль у вас больше провиснет, чем кантал, который идет вот в заводской поставке. Вы можете к этой стойке для бусин докупить оригинальные стержни, а можете, конечно, использовать и суперфехраль. Например, у вас бусины с маленьким отверстием, и вам нужна проволока 1 мм. Тогда вы просто ее продеваете через эту стойку и вот здесь на концах завязываете, чтобы она не смогла изогнуться сильно в обжиге. А если изогнулась, не упала? Да. Если изогнулась, не упала, ну стараться, чтобы минимально изгибалась, чтобы бусины не склеились в вагонии. Кстати, вы заметили, да, что она черная, конечно, немного окаленно с нее ссыпается во время обжига. И при остывании, то есть она не портит, конечно, никакие изделия грузурованные, но лучше под нее что-нибудь подставлять, чтобы удобно было потом чистить. То есть мы ее, например, на тарелке утильной обжигаем и вместе вот с этой окаленной трухой прям вынимаем. Или можно печь пропылесосить. Да. У меня в мастерской есть специальный пылесос для печей. Как пользоваться подставками интуитивно понятно. Берем и ставим изделие на нее. Вот, но смотрите, если изделие будет очень тяжелым, например, вот таким, но керамическим или высоким, в треножках вот эти вот штырьки могут деформироваться. Поэтому, конечно, не перегружайте ее очень большими изделиями. Ну и чтобы уменьшить деформацию, обжигайте не выше 1100 градусов. То есть чем больше температура, тем выше возможна деформация. Если слишком высокое изделие, у вас глазурь плавится неравномерно, где-то расплавилась, и изделие перекашивается и падает. Это проверено у нас в печной. Это вообще боль. 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 А вот эта керамическая бумага, друзья, тоже спасает нас. Да, керамическая бумага защищает нас от особо каверзных глазурей, которые стремятся утечь и уничтожить все, что сталкивается с ними. Мы, смотрите, как используем керамическую бумагу. Отрезаем кусочек, ставим изделие, которое может утечь на него, и все, и обжигаем. Тогда, если капля капнет, она уже капнет на бумагу. Но если капля будет огромной, она прилипнет к обмазке, да, но до лещатки все равно не дойдет. Ура, цель выполнена. А, кстати, вот это изделие можно еще на треножку подставить, чтобы уж... Наверняка. Уж наверняка. Ну, а если совсем, друзья, вам хочется избавиться от... Надо использовать специальные подставки, куда будет глазурь утекать. Ждите в следующих роликах. Хитрость. Теперь, друзья, вы знаете, как правильно обжигать, на каких лещатках, стойках, как использовать суперкантал, бусины. Ну и внизу ссылка в описании, можете все это приобрести в лаборатории керамики. С вами была Дарья Суркова, приезжайте к нам на Гончарный интенсив, наши курсы, а также смотрите другие сюжеты про лабораторию керамики, например, про глазури. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч. Всего доброго.